Пространство – мера всех вещей. Время – мера всех событий. Когда смыкаются горизонты пространства и времени, начинается национальная история. Глубина и истина этого красивого афоризма становятся понятными здесь, в самом центре Евразии, откуда берут свое начало величайшие цивилизации и империи, созданные духом, энергией и знаниями, насельников великой степи. Нурсултан Назарбаев. Семь граней великой степи. Эта земля без преувеличения стала местом, откуда происходят многие предметы материальной культуры. Многое из того, без чего просто немыслима жизнь современного общества, было в свое время изобретено в этих краях. В своем развитии жители степи открыли миру множество технических новшеств, стали родоначальниками изобретений, которые до сих пор используются во всех частях света. Летописи хранят немало известных фактов, когда наши предки не раз кардинально меняли ход политической и экономической истории на обширных пространствах Евразии. Именно отсюда, из колыбели тюркского мира, сменяя друг друга на протяжении тысячелетий, уходили племена и народы, которые создали на карте мира империю гунов, Великий Тюркский Каганат, Хазарский Каганат и Великую Булгарию, государство Карлуков, Агузов, Кепчакское ханство, империю Сельджуков, Золотую Орду, государство мамлюков в Египте и Индии, империю Великого Тимура, Великую Османскую империю. С тех самых пор тюркское влияние и наследие сохранилось практически на каждом континенте. Общее количество тюрков на планете сегодня составляет больше 160 миллионов человек. Это представители более 30 тюркских народов, которые объединяют общая история, язык, общие корни и истоки. Тюрки всегда были близки, но не всегда едины. Однако стремление и желание к единению заложено в нашей крови. Раньше об этом говорили Мустафа Кемаль Ататюрк, Мустафа Шукай, Маджак Ибдулатов, Ахмедзаки Валяди Тоган и многие другие лидеры тюркского мира. Сегодня идея тюркского мира и тюркского братства снова волнует сердца и умы наших народов. Лидеры современных тюркских стран проводят большую работу для сближения наших государств и народов. В этом фильме мы расскажем об истории тюрков, о том, что они дали миру в прошлом и что объединяет наследников великих тюрков сегодня, в 21 веке. Северный Казахстан. Стоянка Бутай. 435 километров от города Нур-Султан. Здесь в 1980 году археологом Виктором Зайбертом сделано сенсационное открытие. Археологическое открытие батайской культуры – это открытие новой эры, после многомиллионной пешеходной эры. Возраст этих артефактов почти 6000 лет. Это древнейшие доказательства доместикации, то есть одомашнивания лошади, которые говорят об одном – люди, жившие здесь в 4-м тысячелетии до нашей эры, первыми на планете приручили лошадь и создали так называемую батайскую культуру. Батайцы, конники впервые оседлали время. Они стали хозяевами своих помыслов, устремлений, желаний и открыли для себя реализацию всех человеческих инстинктов. Первое, что делали батайцы – это создавали нормы жизни в окружающей степи. Таким образом, 6000 лет назад, именно здесь, на территории современного Казахстана, началась новая эра истории – эра всадника. Всадник на коне, вооруженный луком, пикой либо саблей, стал своеобразным символом эпохи, когда на авансцену истории выходят могущественные империи, созданные кочевыми народами. Изображение конного знаменосца – наиболее узнаваемая эмблема героической эпохи и особый культурный код кочевого мира, формирование которого связано с зарождением всадничества. Из статьи Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи». Да, оседлав коня, человек сделал огромный прорыв в собственной эволюции. Изменился он сам, изменились его взгляды. Произошло небывалое цивилизационное ускорение и переосмысление таких понятий, как пространство и время. Но трансформация коснулась не только сознания. Всадничество – это совершенно новый материальный и технологический пласт в культурном слое истории человечества. Мы нашли костяные застежки в пуд для лошадей. Мы знаем, что у нас есть застежки в пуд для двуножных и треножных. И знаете, это копия казахских предметов, которые используют конники. Были найдены, определены Г-образные застежки, которые связаны были с уздой. Эти первые изобретения и приспособления, одежда и даже обувь первых коневодов стали основой для тысячелетнего доминирования кочевников на обширной территории от Желтого до Черного моря. Конь стал не только помощником по хозяйству, но и боевым товарищем, верным другом, незаменимым, спутником. Как в этом мире, так и в загробном. В истории известно огромное закоренение, огромное количество закоренений камней вместе с умершим царем. Вот, допустим, Курган-Аржан в Центральной Азии, в Туве. Там около ста погребений лошадей, которые сопровождают потусторонний мир, то есть в вино бытие самого царя. Такие же памятники известны и на Кавказе, не только в пространстве Великой Степи, но и на Кавказе и в других периферийных зонах Великой Евразийской Степи. В андроновских захоронениях синташтинской и петровской культур, датированных вторым тысячелетием до нашей эры, обнаружены уже погребения с колесницами. Это тоже были первые в истории колесницы. Но как древние батайцы, андроновцы и другие представители этих культур связаны с турками? Степь определяла уровень культурной адаптации, то есть культурного освоения. Вот этот процесс культурогенеза, этот процесс культурогенез степных народов. Сюда сегодня я не ошибусь, если мы внесем все этносы и прежде всего все степные этносы, тюркские этносы. Памятники всех этих культур в большинстве своем расположены на территории современного Казахстана. Что еще раз доказывает то, что именно Казахстан является колыбелью тюркской цивилизации и всаднической культуры, эпицентром культурогенеза и энтогенеза великих тюрков. Именно отсюда кочевые племена на своих боевых конях распространились по обширной территории Евразии и на протяжении тысяч лет были решающей силой на исторической арене. Первыми племенами кочевников, которые вышли из степи и влились в мировую цивилизацию, стали саки. Несмотря на то, что происхождение скифов является спорным, тот факт, что они в основном происходят от тюрков, очевиден. Все народы Евразии нельзя считать тюрками, но нет сомнений в том, что народы, живущие на севере Черного моря, в Алтайских и Саянских горах и степях Центральной Азии, называемые скифами или саками, являются тюрками. Сэ, саки, шака, скифы и туры – разные источники их называли по-разному. Вместе с саками упоминаются также такие племена, как массагеты, савраматы, дахи или даи, аримаспы, аргипеи, иссидоны, аорсы, сираки и многие другие. Однако в советской традиционной исторической науке их причисляли к индоиранской группе племен. Об ираноязычности сакских народов, скифских народов, конечно, мнение существует давным-давно, но еще в советское время полуисследователь осетинских древностей Абаев, от него пошло вот это мнение о том, что саки говорили на каком-то восточно-иранском диалекте, но это бездоказательно. И сейчас многие ученые-лингвисты доказывают, что в названиях скотоводческой терминологии, названия металла, растительности и так далее, существует очень много тюркестных, то есть какие-то племена, входившие в состав сакской общности, говорили на каком-то диалекте древностюркского языка. Это вполне допустимо. К вопросу о языковой принадлежности сакских племен мы еще вернемся позже, а пока продолжим наше повествование. Таким образом, кочевые племена саков стали первыми насельниками Великой Степи, которые вышли за ее пределы и оказали влияние на соседние народы, государства и культуры. А еще раньше именно неуловимая маневренная конница саков отразила Великий Поход Александра Македонского и уничтожила непобедимое персидское войско вместе с его предводителем Киром. Оба события произошли здесь, в степях Южного Казахстана, недалеко от древнего Яксарта, который теперь именуется Сырдарьей. Древние саки, конечно, не жили в огромном пространстве степи изолированном, жили рядом на периферийных участках с другими цивилизациями, вот китайская цивилизация, иранская цивилизация и другие восточноевропейские народы. С ними они постоянно соприкасались и обменивались, и соответственно они оказывали непосредственное влияние на соседей и от них тоже перенимали не только какие-то культурные элементы, но и какие-то навыки, допустим, навыки земледелия. Когда с соседями соприкасаются эти степные народы, они быстро перенимают в первую очередь достижения в области военного дела и вооружения. Одним из ярких событий, оставивших заметный след в истории Ближнего Востока, стало создание Парфянского государства. Его основал Аршак или Арсак, предводитель кочевых сахских племен, которые были известны современникам как Парны, и Дахи или Дайи. К слову, территория исторического расселения этих племен сегодня считается исконной землей казахского племени Адай. Как бы то ни было, именно из среды Парнов и Даев вышли цари, основавшие Парфянское государство и династию Арсакидов, члены которой принимали при воцарении имя Арсак. Северо-восточный Иран, а именно Харасан, занимает важное место в истории тюрков, Ирана и в истории человечества. Через эту территорию проходила миграция саков, гунов, тюрков, огузов и туркмен. По той же модели произошла миграция с северо-востока на северо-запад. И в результате этой миграции на сегодняшний день имеется большая тюркская численность во всей Малой Азии. Если следовать той же парадигме, то есть той же модели, мы можем сказать, что Саки также основали Парфянскую империю. Противостоять супердержавам своего времени, греко-македонским государствам с их пехотными фалангами и Римской империей с ее непобедимыми легионами, Парфянам удавалось благодаря их бронированной кавалерии – Катафрактам. Они были созданы для того, чтобы сметать плотные ряды пеших войск. Однако Катафракт и Парфян – это лишь усовершенствованная версия первой в истории тяжелой конницы, которая впервые появилась здесь, на Алтае и в Великой Степи, благодаря первым металлургам, добывшим первое железо. Изобретение способов поучения металлов открыло новую историческую эпоху и навсегда изменило ход развития человечества. Казахская земля, богатая многообразными металлическими рудами, также стала одним из первых центров появления – металлургии. Еще в глубокой древности на землях Центрального, Северного и Восточного Казахстана возникли очаги горнорудного производства и выплавки бронзы, меди, свинца, железа, серебра и золота, изготовления листового железа. Из статьи Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой Степи». Центральный Казахстан, поселение Аллат, обитель первых металлургов. Здесь обнаружены самые древние железоплавильные печи. Они датируются XIII веком до н.э. То есть еще в конце бронзового века аллатские металлурги уже плавили железо почти на 500 лет раньше, чем во всем остальном мире. Другими словами, железный век и весь тот прогресс человечества, который стал возможным благодаря этому теперь уже самому популярному металлу, начался именно здесь. Металлургии всегда в древности были такой отдельной ячейкой, сакральной, так даже можно выразиться. Так как это был замкнутый коллектив людей и свои знания по плавке металла, они никого не посвящали. Работали только сами, никого со стороны не принимали и передавали это по наследству. И поэтому, так как данный коллектив, клан был закрыт, он всегда держался в стороне, но был всегда на высоком счету у всех, потому что металл был необходим всем, и только они могли его дать. Да, железо в истории тюрков играет исключительно важную роль, а люди, которые угродили металл и создавали из него новые орудия труда и совершеннейшее оружие, пользовались самым высоким уважением среди кочевников. Недаром тюркское слово «железо» – «тимыр» лежит в основе имен великих завоевателей Чингисхана и Тимура. Кроме того, железо занимает важное место и в мифологии. В частности, тюрки кладут железо рядом с новорожденным, дают клятву на мече, появляется много новых слов о мече и наконечниках, стрелах. Культура меча и других оружейных технологий являются тому подтверждением. Безусловно, железо имеет мифологическое значение, но с военной точки зрения мы видим, что железо способствует созданию культуры высокого уровня. Железо был первоочередный и необходимый металл, так как из него можно было сделать как оружие, так и доспехи. И с распространением железа у кочевых народов они решительно стали занимать все пространства по соседству, так как им никто уже не мог противостоять, так как их оружие было намного прочнее и лучше, чем у соседей. Поэтому железо всегда было для кочевых народов таким сакральным металлом. Вот так выглядели первые железоплавильные печи. Эти уникальные сооружения, построенные древними мастерами почти три с половиной тысячи лет назад, позволяли плавить железо по уникальной технологии. Мы предпринимали ряд археологических экспериментов по реконструкции железоплавильной печи. Перед нами одна из них. Данная печь по своей структуре и механизму плавки именно повторяет ту печь, которую мы находили ранее по плавке железа. Автор этого сенсационного открытия и главный исследователь поселения Аллат, археолог Сагандык Жаулымбаев внимательно изучил найденную печь. Ее фрагменты доказывают, что аллатские металлурги смогли доводить температуру внутри печи до 1300 градусов, что позволяло им добывать железную крицу – железный полуфабрикат. Найденная печь, а вернее ее состояние и позволила сделать вывод о том, что аллатцы освоили железную металлургию, поскольку печь осталась в загруженном виде. Но, с другой стороны, этот факт породил еще больше вопросов о дальнейшей судьбе тех людей. Уникальность заключается в том, что печь осталась в загруженном виде. Что это все представляет? Это плавили, каким-то образом покинули. Я не знаю, что пожар был или война какая-то была. Не знаю, но покинули. И остался загружен. Значит, внизу на самом критстве, потом наверху шлак, потом рядом руда, которую они заготовили на плавку. Вот в таком виде остались. Да, железный путь и железный век могли начаться только здесь. На земле, в недрах и на самой поверхности которой до сих пор залегают богатейшие запасы железной руды. Центральный и Восточный Казахстан и сегодня являются крупнейшими металлургическими центрами Евразии. А тогда, 3000 лет назад, освоив широкое производство металла, местное население начало выражать в меди, бронзе, железе, серебре и золоте свое мировоззрение и миропонимание. Так родился феномен звериного стиля, одной из высочайших вершин в мировом искусстве. Наши предки жили в полной гармонии с окружающим миром и считали себя неотделимой частью природы. Этот ключевой принцип бытия сформировал мировоззрение и ценности народов Великой Степи. Древние жители Казахстана обладали высокоразвитой культурой, имели свою письменность и мифологию. Наиболее ярким элементом их наследия, отражением художественного своеобразия и богатства духовного содержания является искусство звериного стиля. Из статьи Нуртутана Назарбаева «Семь граней Великой Степи». Звериный стиль с его мифическими грифонами, барсами, тиграми, оленями и другими животными, которые несли в понимании наших предков сакральные смыслы, символизирует глубокую взаимосвязь человека и природы, указывает на духовные ориентиры степняков. Эти шедевры мастерства древних ювелиров находят теперь повсюду в многочисленных курганах Великой Степи. Сферийный стиль напрямую отражает образ жизни, мировоззрение, мифологию древнекочевых народов. Если говорить о Бронзовом веке, когда жили предки вот этих сакских народов, у них изобразительное искусство, в общем-то, состояло из статичных образов. А эпоху древних кочевников, сакскую эпоху, все вот эти образы заменяются образами таких очень быстрых хищных зверей. То есть это отражает подвижное состояние общества. То есть общество было очень мобильным, подвижным, и этому образу жизни соответствуют образы таких быстрых хищных зверей. Если соседи изображают кочевников в образе кентавра, а сами эти народы изображают свои состояния в виде борьбы различных зверей, равноценных зверей, а не друг с другом борются. И в то же время, допустим, хищник терзает копытного. Это воинственный динамизм. Но еще раньше звериный стиль нашел свое отражение в так называемых петроглифах – наскальной живописи наших предков. Гобустан в Азербайджане, Танбалы-Тас в Казахстане и Саймалу-Таш в Кыргызстане. Они разбросаны друг от друга на тысячи километров, но похожи настолько, что можно подумать, будто высекал их в камне один и тот же человек. Дикие животные, фигуры танцующих людей, сцены охоты и сансыголовые божества. Эти безмолвные памятники доказывают абсолютное единство и культурную идентичность наших общих предков даже задолго до тюркской эпохи. На Евразийском континенте, в Тюркском мире, от Кореи до Венгрии, от Индии и Северного Ирака до глубин Сибири, в местах плотного населения тюрков есть много наскальных рисунков. И это картинки, рисунки, которые передают интеллектуальное понимание тюрков, нарисованных в зверином стиле, их мировоззрение, жизненную философию и в целом то, как они жили. Самым крупным ареалом наскальной живописи считаются камни в Кыргызстане. Сегодня на высоте 4000 метров находится 98000 наскальных рисунков. Пиком развития ювелирного мастерства наших предков можно назвать вот эти фигурки животных, которые в большом количестве обнаруживают археологи на обширной территории Евразии в Сакских курганах. Первое и одно из самых богатых захоронений принадлежит так называемому «исыкскому золотому человеку», найденному на юге Казахстана. Наши предки создавали художественные творения высочайшего уровня, до сих пор поражающие воображение. Искусное золотое обличие воина указывает на уверенное владение древними мастерами техникой обработки золота. Оно также открыло богатую мифологию, отражающую силу и эстетику степной цивилизации. Эстетии Нурсултана Назарбаева «Семь граней великой степи». Южный Казахстан, город Исык, 50 километров от Алматы. Здесь в 1969 году группой археологов под руководством известного ученого Кемаля Акишева было сделано сенсационное для мировой науки открытие. При раскопках одного из курганов обнаружено захоронение так называемого «золотого человека». Изучение Исыского кургана нам предоставило возможность по новой взглянуть в историю и культуру саков Семеречия, да и в целом степей Евразии. В научной литературе мы широко используем термин «золотой человек», который в первую очередь связан именно с Исыским курганом, поскольку в ходе археологических исследов были найдены многочисленные предметы из драгоценного металла, в том числе и золота. Есть и другие артефакты из других металлов, получается из железа, из серебра. Исходя из этого, то, что он был в облачении, парадном облачении, Исыский человек, в золотом облачении, мы сейчас пользуемся таким термином, как «Исыский золотой человек». Золотого человека из Исыского кургана можно назвать краеугольным камнем древнетюркской цивилизации. Только одно это погребение дает ответы на многие вопросы о наших предках, например, об их языке. Нурсултан, столица Казахстана. Здесь в Национальном музее хранится уникальный артефакт из погребения Исыкского золотого человека. Серебряная чаша. И она ценнее, чем все золото, найденное в этом погребении. Ведь эта серебряная чаша, вернее, вот эта древняя надпись, оставленная на ней тысячи лет назад, может пролить свет на тайну древних саков. Какое послание они оставили нам, своим потомкам? А самое главное, на каком языке? К сожалению, ученым до сих пор не удалось прийти к единому мнению в расшифровке этой надписи. Но даже визуально она очень похожа на алфавит древнетюркской письменности. Надпись состоит из 26 символов, похожих на архоно-энисейские рунические надписи. Но в научном кругу сейчас принято назвать такие надписи Исыской надписью. Известные из территории Узбекистана, из территории Таджикистана и Афганистана. Несколько таких похожих артефактов. Были предложены свыше 10 вариантов дешифровки этой надписи. Но одним из первых, которые сделал это казахский тюрколог Алтай Сарсенович Аманжолов. Алтай Аманжол дешифровал и предложил такую транскрипцию, как «Ая сана очук», «старший брат тебе очак», «без чок», «бокун и чиразык», что в переводе означает «враг поклонись, спустись на колени, добудет пища следующему поколению». Данная версия принимается как за основную версию чтения этой надписи. Безусловно, окончательная расшифровка Исыкского текста поможет не только понять, кем был ее хозяин, но и прольет свет на главный вопрос – языковую принадлежность древних саков. Ведь эти таинственные знаки – следы самой древней письменности, когда-либо найденной в Центральной Азии. «Если исходить из этой концепции, принять с точки зрения нашего тюрколога Аманжолова, то получается следующая картина. Сакские племена Семеречи знали письменность еще в V веке до н.э. Данная письменность является прототипом архонно-енисейских надписей. Третье положение – это сакские племена были не ираноязычными, а тюркоязычными племенами Семеречи. А это уже Анкара, столица Турции. Здесь, в 2019 году, спустя тысячи лет, золотой человек вновь объединил два братских народа в созерцании величия их общих предков. В рамках проекта «Шествие золотого человека по музеям мира» уникальная экспозиция была выставлена в Музее анатолийских цивилизаций и принята турецкой аудиторией с большим интересом. В рамках данного проекта «Золотой человек» побывал в 12 странах мира. Особой популярностью данная выставка пользовалась в наших тюркоязычных странах, как Турция, Азербайджан, Узбекистан. Поскольку данный исторический феномен является нашим общим корнем происхождения всего тюркского народа. Впрочем, в прошлом тюрков есть еще много факторов, которые могут объединить их в будущем. В первую очередь это общая земля, родина, общая колыбель. Большое значение для истории казахов и других народов Евразии имеет Алтай. Испокон веков эти величественные горы не просто украшали земли Казахстана, но и являлись колыбелью тюрков. Именно здесь, в середине первого тысячелетия нашей эры, зародился тюркский мир. И наступила новая веха в жизни Великой Степи. Из статьи Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой Степи». Алтай – одна из самых древних горных систем. Сложно представить, что современный тюркский мир, огромный и разнообразный, зародился здесь, в горах Алтая. Но оказавшись в этом месте, в самом центре евразийского континента и ощутив необъяснимую силу этих мест, несложно поверить в это. Известный археолог Зайнула Самаши в большую часть своей жизни посвятил исследованию Алтая и его наследия. Он один из немногих, кому седой Алтай раскрыл свои тайны. Есть все основания назвать Алтай колыбелью древнятюрской культуры, древнятюрской цивилизации. Это ни в коей мере не противоречит общему стоящимся взглядам и состоянию дел, и в самом деле это так. В первую очередь это понятие маркируется, доказывается огромным количеством памятников древнятюрской эпохи здесь вообще в Алтайской горной системе. Вокруг вот этой горы, центральной горы Алтай-Монстау возникает древнятюрская культура, и вся идеология, все мифы связываются именно вот с этой высокой вершиной алтайских гор, и вокруг расположены все основные известные на сегодняшний день памятники древнятюрской эпохи. Алтай – это то место, где история и география сформировали особую модель преемственности тюркских государств – великих степных империй. На протяжении многих веков они последовательно сменяли друг друга, оставив свой значительный след в экономическом, политическом и культурном ландшафте Евразии. Я считаю, что суть тюркской культуры основана в горах Алтая. В долинах и оазисах горного Алтая жили народы тюркского происхождения, создавшие свободную культуру, которая сохранилась до наших дней. Растущее тюркское население на Алтае заполнило его и перетекло в другие регионы, например, в Монголию, Казахстан, Китай, Западную Сибирь и в Малую Азию. Поэтому горы Алтая – золотая колыбель тюрков. Именно Алтай показывает и доказывает, что тюрки не только кочевники, и их мир – это не только степь. Именно тюрки сумели создать симбиоз кочевой и оседлой цивилизаций, что привело к появлению и расцвету уникальной тюркской городской культуры с десятками первых древних городов – от Аркаима до Туркестана. Самым ярким примером городской культуры саков является Черекрабат, в низовьях реки Сырдарии. То есть у саков были оседлоземледельческие культуры и города, и поселки, и селения. И вот то, что мы сейчас копаем – это Акпаур, это первое вот такое земледельческое поселение. Саков вполне возможно, это может окажется каким-то протогородом своеобразным, но не таким, как Черекрабат. На юге нашей страны, в Атарарском оазисе, в Туркестанском оазисе, там, в низовьях Сырдарии, тоже огромное количество древнятюрских городов. Чангент один, чего стоит эта столица Агуза. Это же огромный город, огромнейший город. Центральный Казахстан, 16 километров от центра города Нур-Султан. Древнее тюркское городище – Базок. Его возраст датируется X веком нашей эры. Примерно этим же периодом датируются первые упоминания о кочевых тюркских племенах Огузов, проживающих на территории современного Казахстана. Одна из групп Огузских племен носила название – Базок. Позже Огузы ушли на юго-запад, покорив территории современных Узбекистана, Туркменистана, Ирана, Ирака, Кавказа и Турции. И стали правителями таких великих городов, как Самарканд, Багдад, Дамаск, Иерусалим, Константинополь. Огузы делятся на два, а именно на Базок и Учок. Между тем, самая большая династия, которую в этом смысле образовали племена Базок – это Османская династия. Но помимо этого, в Казахстане есть место под названием Казыгурт между Шимкентом и Ташкентом, которое является корнем культуры племени Базок в целом. Оно зародилось в горах той местности. Среди этих гор в этом районе в основном жили племена Базок и Учок, таких как Алмалык. В современное время народы Турции, Северного Ирака и Северные Туркмены, особенно в Восточной Анатолии, Юго-Восточной и Северной Сирии, являются потомками племени Базок. Они происходят от этого племени. Да, Великая Тюркская степь дала миру великие народы. А тюркские города породили ярчайшие личности. К примеру, средневековый Атрар дал человечеству одного из величайших умов мировой цивилизации – Абу-Насыра-Аль-Фараби. В Туркестане жил и творил один из великих духовных лидеров тюркских народов – Кожа Ахмед Ясауи. Вообще, именно имена конкретных людей, имеющие равное наднациональное значение для всех тюркских народов, объединяющие казахов и азербайджанцев, узбеков и турков и многих других, ярче всего говорят об общности нашей истории. Для нас всех общий тюркским являются такие, как Культигин, Тонюкок, Куркутата. Это общий тюркские наши ценности, это наша гордость. Естественно, стоят великие наши батыры, великий эпос храдовский, Манас, например, герой. Алпамас, Алпманас по-разному, Хобландеватар – это время, Ногайлинский период, Великой степи. Вот эти все личности оставили опечаток именно на формировании развития тюркских народов. Я уже не говорю про поэтов, писателей того времени. Мактум Кулей, тот же Абай наш, например, Фитрат Шалпан в Узбекистане, Кыргызстане, Малда Клаш, например, Татар Габдулла Тукай и так далее. Но яркая звезда наших тюркских народов, объединитель. Отдельно я сказал бы Камаля Ататюрка. Его Ататюрком назвал, он завещание написал, что если его была мечта соединить все тюркские народы. И как так получилось, когда в 50-е годы, помните, когда с Китая, со всех мест, казахи, киргизы, узбеки, они в Турцию бежали. Только на одном основании, что они тюркского происхождения. Безусловно, еще одним, как говорят сегодня, мегапроектом, который стал возможен благодаря тюркам, является Великий Шелковый Путь. Вот этот уникальный проект того древнего времени, вот сейчас он нашел продолжение современный период. Вот Великий Шелковый Путь. Сейчас он опять продолжается. Вот сейчас Казахстан, Китай, Европа. Вот это опять продолжение той огромнейшей программы, вот именно той политикой, миролюбивой политикой, политикой мира, она идет, продолжение идет. Уникальная транспортная и логистическая система, которая на протяжении тысячи лет обеспечивала не только международную торговлю, но и культурный обмен между народами, по праву считается одним из главных двигателей прогресса своего времени. Именно на базарах и в караван-сараях долины Тарима, древних Хивы и Бухары, Самарканда, Атерара, Сагынака и Туркестана, или в оазисах Азербайджана происходил обмен новостями, знаниями, технологиями. Отсюда они распространялись либо на восток в Китай, либо на запад до самого Рима. Степной пояс соединил китайскую, индийскую, персидскую, средиземноморскую, ближневосточную и славянскую цивилизации. С момента своего возникновения карта Великого Шелкового Пути в большой степени располагалась в пределах Тюркских империй. Именно во времена господства тюрков в Центральной Евразии Великий Шелковый Путь достиг наивысшего расцвета и способствовал экономическому процветанию и культурному подъему в международном формате. Из статьи Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой Степи». Уникальной особенностью Великого Шелкового Пути даже сегодня, в третьем тысячелетии, является то, что спустя сотни и тысячи лет